Доброе утро, друзья! Павел Савченко и рубрика «Селфи-репортаж». Сегодня Останкино. Вот такие совершенно небольшие кабинки. Человек так на 15. Максимальное распространение монорильс получил в Австралии, Китае и Японии. Ну а Китай, конечно, лидер по протяженности подобных дорог в городах. В Москве монорильс появился в 1998 году. С того момента каждый год выходит отчетность. Чуть ли не по 5 миллионов человек перевозят в год этот участок дороги. Но что-то мне подсказывает, больше все же это туристы, зрители и гости столицы. Самое высокое здание в мире в 1967 году. Останкинская телебашня. Сейчас 11-я в списке высоток мира. Останкинская телебашня в высоту 540 метров, что почти вдвое выше, чем символ Парижа. Еще из интересного, в Останкинской телебашне ежегодно проходит забег. Забег по ступенькам на высоту 337 метров. Лучшие спортсмены сражаются. Ну и, конечно, все мы с вами помним трагичный пожар 2000 года. Тогда даже погибли люди. Восстанавливали башню и оборудование башни 7 лет с того момента. После уже появилась вот эта потрясающая подсветка, светодиодные экраны, которые видны далеко-далеко от Останкина. Останкинская телебашня, телецентр точно обязательный к посещению в Москве. Поэтому будете обязательно рекомендую. Но на экскурсию записываемся заранее. Хорошего дня специально для программы «Наше утро». Павел Савченко. Останкино, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова